Всем привет! С вами Александр Меклер и программа Кинозвезда. Сегодня я расскажу о фильмах, которые вы можете посмотреть в кинотеатре Звезда с 19 июля. Поехали! Фильм Кельманджаро расскажет о веселых приключениях невесты, отправившейся на поиски сбежавшего жениха в его родной Азербайджан в компании случайных попутчиков. Новую российскую комедию срежиссировала Екатерина Телегина по сценарию известного среди любителей русского кинодуэта Ирины Пивоваровой и Сергея Калужанова. Главная героиня картины – москвичка Маруся, готовящаяся к свадьбе, однако внезапно исчезает ее жених, ставя всю церемонию бракосочетания и грядущее праздничное торжество под удар. Девушка не расстраивается и не сдается, она решает отправиться в Баку на поиски сбежавшего, чтобы вернуть все на свои места. В компании разных интересных личностей ее ждет захватывающее путешествие через вокзалы, пустыни, вулганы и необитаемые острова. Ведь путь к обретению собственного счастья далеко не всегда так легок, как нам хотелось бы. А в пути герои попадают в различные комичные и забавные ситуации, пытаясь преодолеть вместе все испытания, что выпали на их долю в этом экзотическом большом приключении. Актерский состав фильма полон ярких молодых кинозвезд российского кино. Многие из которых будут знакомы поклонникам русских комедий, да и иных жанров тоже. Среди артистов этой романтической комедийной мелодрамы имеются Ирина Старшимбаун, Павел Прилучный, Максим Виторган, а также Артем Сучков, Мария Смольникова и другие. Одним из написавших музыку композиторов выступил Дмитрий Силипанов, писавшим музыку для фильма «Лед». Смотрите фильм Килиманджаро в кинотеатре «Звезда» с 19 июля. Марусь, я пока разбираюсь, как так вышло, но, кажется, Фарид пропал. Нет, вы все неправильно поняли. Меня никто не бросал. Просто мой жених попал в беду, и мне очень нужна ваша помощь. Вы же мои друзья. Ближайший рейс в Баку в полночь. Мы успеваем. Цель приезда. Девушка замуж хочет. Ребята, это Тимур, лучший друг Фарида. Очень приятно. Место встречи звонить нельзя. Почему сразу не написать «я в жопе» и адрес? Деньги на швоз! Искать нужно. Дома у Фарида. Ищем Фарида? Да. Нет. Ваш Фарид кое-что у нас забрал. Найдите это и верните нам. Мальчики, а хотите студенческий фокус? Внимание на грудь. Может быть, мне не надо было сюда приезжать? Фарид вообще знает про Диму? Марусь! Я тебя люблю! Мама! Мама! Марусь! В случае укуса змеи, выхода два. Или отсосать яд из раны. Или вырезать место укуса. А что вы на меня-то все смотрите? А кто придумал, тот отсосует. Извини, Димыч. Нее! Фильм Зои, постановщика Дрейка Доримуса, Слеи, Сейду и Эваном Макгрегором расскажет о том, как стремление ученых спасти человечество от одиночества с помощью новейших экспериментальных технологий. Однако, как нередко бывает в таких случаях, результат далеко не всегда оказывается предсказуем. И опыты над романтическими отношениями могут привести к довольно неожиданным последствиям для всех. По сюжету этой фантастической мелодрамы главными героями является пара ученых, чем предметом главного исследования становятся романтические отношения современных людей. Проблема одиночества, отсутствие понимания во влюбленных парах и сам факт одиноких людей, которыми они так жаждут помочь при помощи своих новых и смелых экспериментов, попытка усовершенствовать романтику приводит их к новым открытиям, последствия которых куда сильнее сказываются на человеке, чем можно было вообразить. Будет ли от технологии людям больше пользы, чем вреда, если все эксперименты окажутся успешными, еще только предстоит выяснить. Смотрите фильм «Зои» в кинотеатре «Звезда» с 19 июля. Один из самых удивительных опытов в человеческой жизни – ощущение взаимосвязи между людьми. Осознание, что ты нашел того, кто предназначен тебе судьбой, кто никогда не бросит тебя, вот что по-настоящему важно. Машина рассчитывает вероятность того, что пара останется вместе. Шансы, что ваши отношения будут успешными – 75%. Поздравляю. Зои, я хочу тебе кое-что показать. Мы буквально учим его чувствовать. Зои, Коул хочет приступить к моей социализации. Я бы просил начать с урока танцев. Славная идея. Что, если я скажу вам, что я синтетик? Что я могу понять ваши эмоции и чувства лучше, чем кто-либо из присутствующих? Мне интересно, думаешь ли ты обо мне? Я надеялась, ты чувствуешь то же самое. Я не разобью вам сердце. Никогда не брошу. Я создан для того, чтобы любить и понимать вас так, как не способен ни один человек. Ты ведь знаешь, что мне больно, когда ты рядом с другим. Нули единицы. Роботы не способны чувствовать так, как люди. Да. Проверь нашу совместимость. Шансы, что ваши отношения будут успешны, равны нулю. У вас фундаментальная несовместимость. Что это значит, Коул? Мне нелегко признаться, это был тест. Прости меня, Зои. Это же моя жизнь. Ничего не понимаю. Я хочу, чтобы мы стали парой. У вас все было по-настоящему. Я все испортил. Пожалуйста, Коул, мне нужно знать, что будет с нами. Фильм «Клуб миллиардеров» является ремейком одноименной телевизионной картины 1987 года с Джадом Нельсоном в главной роли. Актер вернулся и в новом переложении сюжета, но уже немного в другой роли. Тем не менее, действие этого драматического триллера развернется именно в эпоху 80-х годов. Режиссером выступил Джеймс Кок, известный такими кинолентами, как «Шоссе», «Вандерленд» и «Простые истины». А музыку написал Джо Джуниор Ричард. Двое молодых аферистов, друзья Дин и Джо, пользуются своей неотразимостью и даром убеждения, чтобы проводить хитрые и эффектные финансовые манипуляции в Лос-Анджелесе 80-х годов. От них зависит лишь подача и умение выглядеть как истинный миллиардер, чтобы лихо залететь в карман к настоящим богатеям и манипулировать ими сколь душе угодно. Маскируя под перспективное вложение простенькую финансовую пирамиду, они быстро окружают себя сливками общества, юными богачами, живущими в роскоши. Однако вскоре главные герои сами попадают в собственные же сети, а чтобы выпутаться из системы, приходится идти на отчаянный шаг и даже совершить убийство. Смотрите фильм «Клуб миллиардеров» в кинотеатре «Звезда» с 19 июля. Ваши инвестиционные стратегии. Господа, предлагаю заработать побольше. Рисковые инвестиции отличаются от финансовых пирамид лишь тем, как все заканчивается. Эта сделка стоит четверть миллиарда долларов. А ваша жизнь навсегда изменится. Клуб миллиардеров. Есть ли лужи на новой тачке? Да она, блин, дороже, чем моя квартира. А ты на гребне, Джо. Перераспределить инвестиции, чтобы покрыть расходы? Так вы знали. Я с Уолл-стрит. Ты правда думаешь, что можно разбогатеть, следуя правилам? Где деньги? Не было никаких денег. У Рона Липова еще. Из-за Рона Левина я обанкротился. Что? Теперь торчу людям моему денег. Я должен их отдать. В случае краха каждый документ окажется под микроскопом налоговой, комиссией ценных бумаг и даже ФБР. Что бы вы сделали, чтобы вынудить его вернуть деньги? Иногда, правда, это лучшая в мире ложь. Нужно как-то его расколоть. Где Рон Левин? Что ты натворил? Нам осталось лишь одно. Урязать расходы и покойчивость этих. На этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу Кинозвезда. С вами был Александр Меклер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok